МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известная украинская ведущая Жанна Бодоева и ее друг Андрей Педняков очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Шанна перед каждым путешествием бросают монету. И каждый раз все решает Орел или Решка. Всем привет! Орел и Решка в Берлине, в столице Германии. Подожди, я чуть не улетела в свою Германию. Ты знаешь, что в Берлине самые лучшие сосиски, пиво, машины, но и берлинская стена единственная в своем роде. Значит, что? В Берлине с золотой картой должен быть я. Ехать в Мерседесе или БМВ, есть сосиски и запивать это все вкуснее. А че ты? Это он, что я. А почему ты? Так, Жан, все, давай, бросим, Мерседесе. Давай, мы бросим. Тихо! Я люблю, я так понимаю. Орел! Все, замолчи. Оп! Ну, пока Жанна смотрит монетку, я беру золотую карту и уезжай. Потому что я знаю, что 100% буду я золотой карточкой. Ну, пока. Андрюха. В смысле, покажи? Удачи тебе. Ну, я тебе передам крышку пьема, потому что я его не пью. Тебе капуча. О, мы! На первый взгляд Берлин кажется суровым городом серого цвета. Архитектура выглядит строго, жители не броско. Но, как говорят люди, влюбленные в Берлин, этот город хорош не с фасада, а с изнанки. Чтобы почувствовать его, нужно заглянуть вовнутрь. И двор обычного дома окажется ночным клубом. А заброшенное здание – музеем современного искусства. И вот тогда понимаешь, даст ист фантастиш! Итак, у меня снова 100 долларов. По курсу это получается 73 евро, которые я и получил в полное свое распоряжение. Ну и хорошо. Берлин известен как один из самых недорогих городов в Европе. Я так подумал, ну а что мне расстраиваться-то? В сосисок я могу и за эти деньги поесть, пиво тоже могу выпить. Ну, а на Мерседесах я и в Киеве покатаюсь. В общем, 70 евро на два дня должно хватить с головой. Что мне и требуется. Германия на весь мир известна своими роскошными автомобилями. И все эти крутые машины мы уже видели. Даже в Киеве. Кроме одной. Заказала я себе настоящий немецкий автомобиль. И встретить его можно только здесь, в Германии. Сейчас посмотрим. Так, Мерседесы, Фольксвагены. О, оно! Боже, какая прелесть! Hello! It's super car. Ой, как тут залезть, мама дорогая. Это культовый Трабант, произведенный в ГДР. Безусловно, легенда немецкого автомобилестроения 60-х годов. Этот автомобиль был самым простым, самым дешевым и, соответственно, самым популярным. Трабант был по карману практически каждому жителю страны. Поэтому все, кому только исполнилось 18 лет, сразу же становились в очередь. Если поначалу время ожидания поставки составляло 18 месяцев, то вскоре оно выросло до трех лет. И это не предел. В разгар популярности очередь на Трабант растянулась до 15 лет. Автомобилисты меня поймут. С тех пор много воды утекло. И Трабант, разумеется, морально устарел. Но немцы и сегодня вспоминают его с ностальгией и умилением. Как, например, владелец этого ретро-шедевра. Знаменитая на весь мир автомобильная легенда. Ну, а я из аэропорта поеду на легендарном, знаменитом на весь мир немецком общественном транспорте. Немецкий общественный транспорт знаменит в своей петантичностью. Если на электронном табло написано, что автобус приходит в 14.49, значит, он придет в 14.49 и не минутой позже. Первым делом я поехал осматривать Берлинскую стену. Самую, наверное, знаменитую достопримечательность города. Я не могу понять, как дамочки того времени могли тут сидеть, чтобы выглядеть прилично. Потому что ноги тут просто некуда сложить. Максимальная скорость всего 90 км в час. После объединения Германии восточные немцы массово пересели на Мерседесы. И с удивлением обнаружили, что можно разгоняться больше, чем на 100 км в час. С непривычки к таким скоростям на дорогах Германии резко увеличилось количество аварий. Берлин – очень зеленый город. Прямо посреди города не просто парк, а настоящий лес – Тиркгартен. Именно вокруг него в свое время и начал разрастаться город. Берлин – это единственный город на планете, посреди которого когда-то была построена гигантская стена, разделившая жителей на два разных государства. В одном городе было две страны – ФРГ и ГДР. Чтобы попасть в другую часть города, горожане должны были получить невероятно сложную визу и ходить через контрольно-пропускные пункты. Чекпоинт Чарли был единственным контрольно-пропускным пунктом между восточной и западной частями города. Точно так же тут стояли американские и советские солдаты. Только тогда они не улыбались и не держали так приятно меня за плечо по-дружески. Да, мой друг? Да, да. Да, да. Со стороны социалистической восточной Германии стена была настоящим железным занавесом. Злые овчарки, прожекторы, вышки с часовыми и простреливаемая территория. А со стороны западного, демократического Берлина, она никак не охранялась. Более того, художники расписали угрюмую мрачную стену с сотнями артхаусных рисунков. Это было своеобразным мирным протестом против возведения преграды, разделившую древний город на две искусственных части. Есть более смешные, есть драматичные рисунки. Многие из них мне вообще непонятны. Вот, например, вот этот, я, если честно, слабо понимаю, что хотел автор показать вот этим рисунком. Самая знаменитая работа на берлинской стене – «Братский поцелуй кисти» Дмитрия Врубеля. Она изображает немецкого лидера Эрика Хонникера и советского генерального секретаря Леонида Брежнева, который очень любил целоваться со своими политическими друзьями. Автор хотел продемонстрировать, что простому человеку нелегко выжить в братских объятиях двух тоталитарных государств. Иди ко мне, Леша, я тебя поцелую. Иди ко мне. Иди сюда, Альбаша. Это, пожалуй, самое известное граффити в мире. Если его выпилить и увезти, то наверняка можно заработать много миллионов долларов. Случается и современное творчество. Даже не удивлен, честно говоря, что эти надписи на русском. А вот именно так глазами художников на берлинской стене выглядит Павло Зебров. Марина! Марина! Любовь моя едина! Берлинская стена просуществовала ровно 28 лет и один день. От нее осталось всего несколько фрагментов. И даже после объединения Берлин все равно какой-то разный. Половина города, та, что была ФРГ, сегодня выглядит как современная Европа. А вот вторая половина, та, что была ГДР, часто напоминает Харьков, Москву и Киев одновременно. Особенно в восточной части Берлина, вот какое-то такое есть что-то общее с Киевом. Только может быть более чище, более как-то ухоженное. Но очень мне очень похоже. Это чувство усилилось, когда мы выехали на улицу Карл-Маркс-Штрассе. Типичная столица бывшего Советского Союза. Вот так выглядит центральная улица Восточного Берлина. Вот некоторые зрители нашей программы жалуются. Мол, жизнь миллионера однообразна и скучна. Только шопинг, самые дорогие рестораны и отели. Мол, ничего интересного. Сейчас я покажу, что с помощью золотой карты можно не только сладко прожигать жизнь. Поэтому, скрипя сердцем, я отправляюсь не в самый дорогой номер самого лучшего отеля, а в самый удивительный номер самого странного отеля Берлина. Так, на сегодня я отдохну от золотой кабелена и поселюсь в самом странном отеле Берлина. Этот отель придумал скандальный художник Ларс Трошин. Воплотив здесь все свои фантазии, короче. Ой, вы знаете, мне понравилась Беру. Я заказала себе самый дорогой номер люкс. Самая оригинальная, наверное, гостиница в моей жизни. Бесплатное развлечение для каждого туриста – это прогулка по главной улице города. В Берлине она называется «Ундерден-Линденштрассе», то есть улица под липами. Ну, это как наш Крещатик, только наш Крещатик под каштанами, а здесь они решили вот под липами сделать. А, а вот, кстати, отель, в котором Майкл Джексон показывал своего нарожденного ребенка. Ну, вот, затем балкончик. На главную улицу, как и в любой европейской столице, стекаются все подряд. Приезжие, местные фрики, мошенники, йоги и даже Микки Маусы. Я даже не понимаю, что меня там может ожидать. Ну, сказать, что я не удивлена, я не могу. Вот почему мой номер называется «Два льва». Прямо посредине стоят натуральные железные клетки. Кто себя плохо ведет? И этих людей, которые тут живут на выходные, чтобы развеяться. Я потому что тут развеялась. А что? Все за решеткой. Еще тут будка для собаки. Посмотрите. Вся обстановка напоминает какой-то садомаза. Ужас. По-моему, хороший номер. Мне кажется, тут все нормально. Кроме этого, есть еще нормальная человеческая кровать. И огромная ванная. Я бы даже не знаю. Такие смешанные чувства и как-то безумно интересно и нравится. И в то же время пугающе отталкивает. Если мой люкс такой сумасшедший, то как же выглядят другие номера? Из любопытства я отправилась на экскурсию по гостинице. Оригинальный номер. Когда я зашла в соседний номер, я ошалела. Шпионское зеркало. Сука. Следят за мной. Ты понимаешь? То, что было в моей комнате зеркалом, здесь прозрачное стекло. То есть за постояльцами моего номера можно в любое время подсматривать. Ну, немцы. Ну, просто нет приличных слов. Берлинский рейхстах один из самых открытых парламентов в мире. Зайти сюда и посмотреть, как работают депутаты, может любой желающий. Вход свободный и бесплатный. Ну, а где что-то бесплатное, там и я. Вот он какой, рейхстах. Сюда я хочу попасть внутрь, чтобы посмотреть, как же работают они там. Похоже ли это на нашу Верховную Раду или все-таки это нечто иное? Да, вход-то бесплатный. Но вот чтобы попасть вовнутрь, нужно зарегистрироваться на сайте правительства за три дня до посещения. Естественно, такого количества времени у меня не было. Не судьба мне посмотреть, как работает немецкий парламент. Вот это здание немецкого рейхстага, оно имеет огромное историческое значение для всех нас. Потому что именно здесь, 9 мая 45-го года, советские войска подняли знамя победы. По сей день внутри на стенах сохранились надписи, оставленные советскими солдатами. Сохранились не все, правда, а самые приличные. Ну, а я продолжаю экскурсию по самому странному отелю Берлина. Всего здесь 45 номеров, каждый из которых уникален. Хотя вот, да, вот что вот тут вот стильного? Вот что? Что здесь стильного? По замыслу художника, который придумал весь этот дизайн, отель должен бросать вызов обществу потребления. Эта комната официально называется лес. Какой-то порочный лес. Все в красном цвете и дрова на цепях. Ох! Господи, боже, что это? Это странная конструкция, просто кровать, под которой есть что-то вроде чулана. Куда можно кого-то запереть? Например, провинившегося мужа. Угу. Это такая одиночная камера для непослушных мужчин. А-а-а-а! Что хотел сказать дизайнер? Вот этим. Как прекрасно спать в лесу, но какой-то лес все равно эротический. Германия не даром славится всеми этими фильмами. А кровать где? Подожди. Этот номер называется ферма. Вокруг валяются мешки с овечьей шерстью. Рассыпана мука, а в кровать нужно добираться по лестнице, как на какой-нибудь чердак. Фух! Похоже, вот эти мешочечки здесь лежат не просто так. Очень все продумано. Вот это комнатка. А? Неожиданно? Вот эта комната точно бросает вызов. Найди кровать. О, Господи. Пожалуйста, кресло. Я хочу сказать, что очень оригинально, очень необычно. Фух! После экскурсии по отелю я поняла, что мой номер с клетками самый нормальный. Кстати, интересно, кто мой сосед? А вот эта гильотина – особое приспособление, предназначенное на тот случай, если влюбленная парочка поссорится и захочет спать отдельно. А что, интересная идея? С 12 до 18, бизнес-ланч. Время подходящее. Теперь по ценам. 6,6... Самое дорогое здесь 6,50, поэтому, я думаю, в Берлине я могу себе позволить ресторан. Берлин не зря называют одним из самых дешевых городов Западной Европы. 6,5 евро за комплексный обед – это по европейским меркам очень недорого. Или я что-то не понимаю, или тут действительно все, что он мне перечислил, стоит всего 6,50 евро. Но он перечислил рыбу, салат, потом суп и даже апельсиновый большой сок. Посмотрим. Тут еще и шнапс. Когда у тебя есть деньги, ты можешь не экономить на питании, а пробовать хорошую кухню в каком-нибудь известном ресторане города. Вот чувствуется дух старой, доброй Германии. Это самый старый ресторан Берлина последней инстанции. По легенде, в средние века приговоренных к смертной казни приводили сюда и напоследок кормили до отвала. Сегодня здесь самая традиционная немецкая кухня в Берлине. Кстати, о немецкой кухне. Она не такая изысканная, как в Италии или во Франции. Ну вот, например, немецкий традиционный суп из бычьих хвостов. Согласитесь, немного меркнет по сравнению с лазаньей и фуагра. Фирменное блюдо «Айсбай». По-нашему, свиная нога. Ее варят часа 4 и подаются творным картофелем и тушеной кислой капустой. Нога просто огромная. Обычно ее заказывают крупные и высокие мужчины, а не хрупкие и маленькие женщины. Ой. Ну а если здесь будет дороже, чем 6,50 евро, тогда мне нужно просто взять рюкзак, выпрыгнуть из окна и побежать. Леха, ты готов? Все. Будь на чеку. Но за такую цену, думаю, размер блюд будет символическим. И действительно, салата было немного. Потом принесли овощной суп с мясом, но потом принесли второе – гигантскую порцию с рыбой и рисом. Только посмотрите на эту порцию. Она огромная. Мало того, что такая огромная порция, так еще и рис с креветками. Это, наверное, первый раз, что по-бедному я еще и оставил полтарелки. Счет принесли на 8 евро. 6,50, как было обещано, за обед, евро 50 за сок. Сок дополнительно. На чай я денег не оставил. Извините, самому нужно. Сегодня я иду на шоу «Блюмен». Я так давно хотела об этом, вы не представляете. Они гастролируют по всему миру, но сегодня они выступают здесь, у себя дома, в Берлине. Идем смотреть. То, что делают «Блюмен Групп», это некое новое явление, которое еще нет на территории СНГ. С одной стороны, это музыкальный концерт, а с другой – какая-то инсталляция на грани фола. Ну, вроде тех, что показывают в центрах современного искусства. «Блюмен» даже придумали свои музыкальные инструменты. Например, воздушные шпаги. Футбол – моя слабость. И будь у меня хоть 10 долларов в кармане, я бы все равно их потратил на футбол. «Оффсайд». Сегодня играет берлинский клуб «Керта» против «Штутгарта». «Блюмен» стали настоящим феноменом. Это сочетание музыки, театра и новейших технологий. «Берта» выиграл 1-0. Эти ребята никогда не разговаривают. Ни на сцене, ни после выступления. Ну, такая у них концепция. Это один из участников шоу «Блюмен», один из лучших технологичных шоу мира. Я получила колоссальное удовольствие, и вот и рядом с ним. Я вечером всегда жалею, что меня тянет на экзотику. Вот зачем оно мне было нужно? Вот в принципе. О, а что это такое? Что это? Этот художник, как его там, Ларс Строшин, не только отели придумывает, но еще и музыку сочиняет. Ой, мрачновато как-то. Ну, хочешь не хочешь, а слушать можно только ее. Радио нет. Ну что? А вот так вот, если меня еще и закрыть тут, тут все. Вот и все. После трех стаканов пива я как-то подозрительно долго не мог найти свою автобусную остановку. Ах, не жалею ни о чем. Я побывал на футболе, шарфик себе купил. Сейчас иду по Берлину. Я в Европе. Смелый пацан. Ночью. Так вот, смелый пацан. Ночью на берлинских улицах появляются проститутки. Абсолютно легальный бизнес, между прочим. Что сказать, настоящие красотки. Куда я забрел? Где я нахожусь? Куда я вообще иду? Есть один выход только. Это автостоп. Я уже жалею, что я на футбол пошел и шарфик этот купил. Надо было головешкой это подумать. Наконец-то мне повезло. В машине оказались две девчонки и парень. Намы Андрей. Намы. Пауль. Мне надо в центр. Центрум. Центрум. Центрум, ребят. Центрум. Центрум. Парати, центрум. Боу, боу, боу. Боу, боу. Все, пошли. Радует то, что я в городе. Я всю жизнь не любил дискотеки. Но оказалось, что я не любил украинские дискотеки. А вот немецкая дискотека мне очень даже понравилась. Заводит. Невозможно удержаться от того, чтобы не подергать какой-либо частью тела. Окей. Берлин называют клубной столицей Европы. Одна из фишек Берлина – это когда дискотеки расположены в самых неожиданных местах. В старых заводских зданиях, в пустующих домах. А вот этот клуб находится прямо под открытым небом. Во дворе недостроенного дома. Просто во дворе, среди домов, открытое небо, много людей. Если честно, мне уже все равно. Главное, что я уже еду куда-то не... Главное, что я уже еду куда-то не еду куда-то не еду куда-то не еду куда-то. Главное, что я уже еду куда-то не еду куда-то. Главное, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Шанна перед каждым путешествием бросают монету. И каждый раз все решает «Орел» или «Решка». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два часа беспокойного сна и 7 евро в кармане. Вот так начался мой второй день в Берлине. Мне срочно нужен кофе, иначе просто невозможно будет находиться здесь. Я уснул возле ближайшего дерева или на лавке. Это кофе? Один? Да, окей. Один евро. Один евро, то, что сейчас мне очень походит. Мне ничего не оставалось, как оставшийся день ходить по Берлину пешком и голодать. Обычно берлинцы по субботам отрываются в ночных клубах, поэтому в воскресенье встают очень поздно. Зная это, завтраки в кафе здесь подают аж до 4 часов дня. Ну, а я провела ночь в кровати, полна сил и энергии. Так что вперед! Тратить деньги! Трабант, конечно, дело хорошее. Только вот ездить в нем оказалось максимально неудобно. Надо бы заказать что-то покомфортнее. Любовь к машинам – одна из слабостей немца. Это для него и друг, и любовница, и показатель социального статуса. Покупка следующего по классу автомобиля иногда для немца важнее, чем повышение по работе. Чтобы понять, какая машина хорошая, а какая нет, немцы едут на автодром. Вот вроде этого. Это место, где богатые люди тестируют свои дорогие спортивные машины. И я сегодня решила протестировать... Порш! Порш! Окей? А-а-а! Мама! Мама! А-а-а! А-А! Я... Я чувствую себя тряпкой. Хорошая машина. Ай! Вот это самое! Ай! Ой, мамочка, мамочка! Может, я уже поверила. Хорошо, что я не поела. Конечно, Порш потрясающая, шикарная машина. Но сегодня я хочу что-то другое. Анечка, только ленгзам, плиз. Поедем на проверенном Мерседесе джипе. Название города Берлин происходит от слова «медведь». Поэтому медведи здесь везде. Медведь на гербе. Медведь – главная награда на Берлинском кинофестивале. Медведь – главный сувенирный товар. Медведь – это символ Берлина. А на этой улице я увидел целый медвежий зоопарк. Танцующие медведи с поднятыми лапами – это целое культурное движение. Их ровно столько, сколько стран в организации объединенных наций. Каждая страна получила от Германии своего медведя и дала художнику расписать его в стиле своей страны. Так появился медведь-матрешка. Сразу понятно, из какой страны. Помпезный и богатый медведь – из Франции. Немного дурацкий медведь Леннон – из Британии. Так, а где наш украинский? Так, ну я вижу Грузия, Ганна, Франция, Финляндия, даже вон демократическая республика Конго. Я пока не вижу украинский. Надо искать. А, вот еще два. Польша! Есть даже Филиппина. Украинского медведя нет. Ладно. Эти медведи путешествуют по всему миру и всегда стоят, как бы взявшись за руки. Их выставляют на центральных площадях и улицах. А главный девиз такой выставки – «Все мы медведи, давайте жить дружно!» В общем, призывает к терпимости и толерантности. О-хо-хо! Привет, медведь! Ну все, а то я уже распереживался, что нет нашего медведя. Стой, мой мальчик! Тоже подставили его еще в самый конец. Вот уже немцы. Стоишь его, ищешь, ищешь. Сосиску. Хочется, конечно, сосиску. Быть в Германии и не поесть сосиску невозможно. Даже если у меня такой бюджет, все равно себе куплю. Ну я должен это сделать. А я вот не буду есть какие-то там сосиски, а пообедаю в ресторане, у которого сертификат лучшей кухни в Северной Германии. Ой, я как рада. В этом киоске можно попробовать хот-доги с различными сосисками из ближайшего мясомолочного комбината. В этом ресторане можно отведать дичь из ближайшего леса. Вокруг заведения находятся охотничьи угодья. В Германии свыше тысячи сортов сосисок. В старинных угодьях водятся косули, франкфуртские, кабаны, белые мюнхенские, зайцы, фальские, глухари, ховские, рябчики, швабские голые. Плес, что имя такое фантастиш, дастиш? А, карри-вурст. Уна. 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 Карри-вурст, то есть сосиска карри, была изобретена одной женщиной, чье имя вам, правда, ничего не скажет. Херта Хойвер. Просто она в один прекрасный день решила что-нибудь придумать такое, что выделит ее закусочную из тысячи других закусочных. И придумала свиную сосиску, поджаренную в томатном соусе и приправленную соусом карри. Ммм, вкусно. Сначала у меня на глазах приготовили салат с креветками фламбе. Фламбе – это когда блюдо поливают алкоголем и поджигают у вас на глазах. Затем принесли какое-то мясо, полили джином и снова подожгли. Что это? Это му-му? Нет. Это... Что? Это му-му? Это му-му. Ри. Ри? А вот это ри? Самби. Олененок. Ну, конечно, теперь все понятно. Оленина. Конечно, оленина. Тоже есть еще охотничьи угодья. У меня никогда в жизни дичь не таяла во рту. Мороженое таяло. Дичь нет. У меня правда слюни потихли. Ну, а мне так тем более. Когда ты ничего не ешь целый день. Если бы можно было, я бы эту тарелочку сейчас съел бы, за обе щеки бы умял. Очень вкусно. Все это удовольствие у меня обошлось в 120 евро. Помимо Рейхстага и Бранденбургских ворот, здесь, в Берлине, есть еще одна очень яркая достопримечательность, на которую съезжается посмотреть вся молодежь Европы. Вот этот сквот, который называется Тахелес, что в переводе означает «говорящая индейка». Вообще сквоты – это заброшенные дома. А сквоттеры – это те, кто самовольно занимает заброшенные здания. Сквот – это территория полной свободы. Вот делай тут что хочешь. Живи тут, ешь, спи, твори искусство, которое никому не нужно и нигде больше не востребовано. Ну, вот, например, один из таких сквоттеров. У него в руках музыкальные инструменты, которые он придумал и сконструировал сам. Вот так он стоит целый день и сам себе играет. Здесь находят себе прибежище различные маргиналы и отщепенцы общества. Так они подчеркивают свой протест против буржуазных ценностей и желание создать свободное от них пространство. Под крышей Тахелеса находятся арт-мастерские. Здесь проводятся выставки и театральные постановки. Тут царит ощущение полной творческой свободы. Хотя многие считают, что это не свобода творчества, а наоборот его деградация. Остается добавить, что по европейским законам сквоттеры, прожившие 10 лет в таком доме, приобретают на него право собственности. Ну, а лично для меня этот сквот – самое необычное из того, что я увидел в Берлине. В каждом городе мы оставляем 100 долларов. Идея в том, чтобы лишний раз напомнить, что путешествовать – это не так дорого, как кажется. И в любом городе мира можно интересно провести время на 100 долларов, тем более в Берлине. Вот эти вот 100 долларов я сворачиваю в трубочку. Вот так вот быстренько, быстренько, быстренько сворачиваю. Там все инструкции. Все, что вы должны будете сделать, здесь все написано. Итак, бутылка с деньгами спрятана в стволе дерева на аллее Джон Даллс прямо напротив монумента Гроссе Квералы. Такое впечатление, что в Берлине есть место для каждого. Здесь царит свобода во всем. В искусстве, в выражении своих взглядов, в поведении обычных людей. А ведь еще полвека назад никто бы и не подумал, что Берлин когда-нибудь станет самым толерантным городом в Европе. Мы идем на дискотеку. О, моя фрау, Жанна, привет! Привет, привет, Боже, соскучилась уже. Ну как ты, расскажи, я тебя не видел два дня. Что у тебя с золотой картой здесь было? Ты знаешь, я не потратила денег много, правда. Ну вот, ну, не успела, не удалось мне. Ну, Андрей, ты не понимаешь, в какой гостинице я жила. А я тебе под... Нет. То есть твой уровень? Да, да. То, что ты любишь? Ну, да, получилось. Такая же у меня была машина, и в принципе такая же была и еда. Единственное, я мало увидела, ну, города, мало ходила пешком. Нет, я пешком находился вдоволь. Я потратил почти все свои деньги. Я, несмотря на это, я даже был на футболе, где купил такой шарф. Это тебе. Спасибо, Боже, обожаю шарф. Нравятся тебе прототипырские ворота? Да, конечно. Ты знаешь, что это полный прототип ворот, которые стоят вокруг. Я, кстати, вот по этому поводу хотела с тобой поговорить. Можем и в следующий раз с тобой в Афины? В Афины? Да. На следующий выходных? Да. Точно. Давай. Обещаешь. Я, да, я никогда не подвожу. Идем. Я тебя знаю. Идем.